Не понял, это что за рукоделие? Кэп, ну, ты же сам понимаешь, времена такие, как бы, ничем не брезгуем. Деньги на донат нужны. Вот, открыл свое небольшое дело. Деревянными членами торгую. Да ты че, братишка, не нужна эта шишка? По ссылке проходишь, все нужное находишь. Броня-авангард и могучие пушки. Полетят мозголомой, как с напильника стружки. И с таким набором, на дип точно пойдет. Хе-хе, бой! Гилдосик подождет! Главный эксперт-оружейник, всея Варфейса, на связи. Смейся, смейся, Кэп. Вот если вдруг уйду из Варфейса, плакать будешь? Да. Приветствую вас, Лэри и Джентльмены, другие подруги, с вами Рокутагин и Капитан Очевидность. Пришло время затронуть одну из самых интересных тем Варфейса за все время его существования. Лично для меня. Баланс классов и идеальный дробовик медика. Разработчики последнее время любят задавать блогерам и киберспортсменам вопросы относительно ребят, что вы думаете по балансу классов, какие должны быть дистанции, какое оружие, каким характеристикам стоит уделить особое внимание. И я как человек особо любящий качественные дробовики не только в Варфейсе, но и вообще в играх. Ведь я из того древнего подпивасного поколения, которое в начале 90-х жарилось дробовиков в такой легендарной игре, как Doom. И с тех пор качественные дробовики навсегда в моем сердце. И вы знаете, пожалуй, для меня это вообще самое любимое оружие в шутерах. И вот по всем этим причинам я решил внести свою лепту, собственно говоря, разработчики от меня уже подобный фидбэк когда-то получали. И высказаться по поводу, каким же должен быть идеальный дробовик в Варфейс. И я думаю, что разработчики учтут это мнение и, возможно, именно такой дробовик мы и получим. Ну, будет зависеть в том числе от вашего фидбэка. Оставляйте комментарии, пишите, согласны вы со мной или нет. Хотите ли вы именно такой дробовик или вы можете хотеть что-то другое. И согласны ли вы, что это действительно идеальный баланс. Да зачем что-то придумывать? ЮСАС новый, вводим и всё. Я в тебе, капитан, очевидность, не сомневался, дорогой. Уж ты-то тот человек, который несколько лет из рук этот ЮСАС не выпускал, другого попросить попросту не мог. Но нет, друзья. Это точно, я считаю, должен быть не ЮСАС. Не Сайга и точно, сука, не Бенелли Игл. Моё мнение однозначное. Самые хорошие дробовики, при этом самые сбалансированные и при этом же самые кайфовые для самих игроков всегда были помповые. Если мы вспомним историю Warface, то за всю эту историю у нас было несколько дробовиков, когда по большому счёту люди-то на медика шибко не бомбили, да при этом сам медик был до жопы доволен. И если вы вспомните, друзья, это у нас были времена, когда ЮСАС Сайгу запретили на турнирах, и тогда у нас на пьедестал почёта вошёл дробовик KillTech KSG. Тогда он назывался просто KillTech KS7. И только с введением нового KS7 его переименовали в KSG, если память не изменяет. Следом шёл великолепный Мосберг. И на турнирах наблюдалась, знаете, прямо красота. Никто по три медика в команду не брал, но при этом эти самые медики красиво разносили в ответственных моментах. Да и будем честны, на пабликах тот же KillTech и Мосберг, хотя, конечно, и уступали имбовым Сайге и ЮСАСу, были в умелых руках весьма эффективны. Второй раз на моей памяти такой баланс наблюдался, когда в игре появился Fabarm STF Compact. Дробовик мощный, он уже был мощнее, чем ЮСАС и Сайга. Ваншотил, сука, великолепно! И имел охрененный звук. Ощущения от игры с ним были просто несравненные. И при этом баланс характеристик, там, запаса патронов, темпа стрельбы не делал его какой-то абсолютной имбой. И да, медики разносили, причём будь здоров, но при этом, опять же, три медика на пункте назначения никто не играл, а чаще всего медик был в команде всего один. Люди были довольны на турнирах, в большинстве своём, а игроки паблика также наслаждались этим прекрасным геймплеем. Вообще, кстати, если так вспомнить, вот этот период, период компакта, это, знаете, золотая эра, наверное, баланса Warface. Конечно, выделялся снайпер со своей АХ-308, но в целом всё было сочно, прочно, глубоко. М-16, Скорелл и Ханни Бэджер, Фабарн Компакт. Сука, всегда бы так! Ну и потом, друзья, появился у нас ещё один дробовик, который, знаете ли, уже стоял на грани. На грани баланса уже были люди, которые считали, что он имба, но при этом, опять же, в три медика никто не играл. И да, друзья, это был опять помповый дробовик, причём со странным каким-то внешним видом. Некоторые даже так и говорили, это чё за унитаз на лыжах? Но потом, конечно же, его полюбили. И называется этот дробовик МАК-7. Отличительной фишкой этого дробовика являлось то, что он был очень шустрым в режиме прицеливания. И, кстати, дайте потешить, че СВ обнаружил эту фишку я на ПТС. Я сказал, что у дробовика есть одна интересная особенность. Он в прицеле стреляет быстрее, нежели от ведра. Разработчики это увидели, такие, опа, а это мы профукали, это же сука-ба. А потом смотрят, а игрокам эта фишка понравилась. Так и оставили. Хотя, в принципе, в Варфейсе у нас всё так, баг какой-то. Так и оставили. Да, так и живём. Будем честны, дробовик был спорным. Кто-то уже говорил, что им баг, кто-то говорил, что нет. Но в целом, в целом, в общем-то, он был плюс-минус баланс. И нравился практически всему Варфейсу. И вы знаете, по большому счёту, вот больше, наверное, ничего такого и нельзя вспомнить. Все остальные варианты, все эти узконы, всё остальное, то, что было, разные дробовики. Все они как-то были, вы знаете, наверное, всё-таки с перебором. Надо вообще отметить, что Медик это класс, который никогда в Варфейсе не страдал. Практически абсолютно. В первых дней своего существования он был либо имбой, либо просто хорош. И никогда не был слаб. И, пожалуй, действительно, за всё время самым сбалансированным он был в то время, когда в Меке были именно помповые дробовики. Ну да, ну да, помпа не имба. А как же киллтег седьмой? Капитан, очевидность, новый киллтег не в счёт. Это имбища, тут базар ноль. Но, опять же, разработчики не учли тех важных моментов, характеристиках, на которые я хочу указать. А вот если бы они учли, то я думаю, что, в принципе, наверное, киллтег был бы на грани, как Мак-7, но имбой бы его не называли, дружище. Да, друзья, пришло, в общем-то, от общих каких-то слов перейти к конкретным рекомендациям и моим наблюдениям. Обратите внимание, что объединяет все те дробовики, балансные, условно, о которых я говорил. Да сразу в глаза бросается, друзья. Темп стрельбы. Помповый дробовик от полуавтоматов и автоматов в первую очередь отличает именно темп стрельбы. Именно он в той или иной степени всегда способен сбалансировать даже завышенные характеристики иные, типа урона или точности. Ведь если твой дробовик жарит на дистанции, как Бенели, но у него темп будет, как у Фабарн Компакта, эффективности такой, как с Бенели, ты в любом случае не получишь. Да что далеко ходить, друзья. Недавно в Варфейс у нас ввели дробовик по характеристикам плюс-минус та же Бенели Игл, даже на один патрон больше. Называется он В3-13, но популярным он не стал. Он не имба в отличие от Бенели, хотя, надо сказать, дробовик, в общем-то, если бы не было Бенели, хороший, даже скорее всего, топ-1. А всё потому, что главное отличие от Бенели, да-да, темп стрельбы и ничего больше, по сути. Он также немного проседает по характеристикам точности, но по факту он лупит, ваншотит плюс-минус, как Бенели, но нет такого темпа. И обращаясь к тем самым дробовикам, которые я, собственно говоря, разбирал в качестве примера, мы видим, что у них, у этих помповых дробовиков, темп, как правило, от 122 до 128. И во многом, друзья, именно это делало эти дробовики балансными. Да-да-да, это самый главный параметр. Если темп опустить ниже 120, то в этом случае его часто не хватает, говорю как человек, который больше всего те же подрывы отыграл именно медикам. А если темп перешагивает за эти условные 128, то тогда помпа превращается, ну, такое, знаете, подобие полуавтомата. А если учитывать, что помпа – это дробовик, который требователен к урону, к ваншоту, то мы получаем полуавтомат, который хреначит с мощностью помпы. Вахуй просто! То есть первое, что стоит учитывать – это темп. Моя рекомендация разработчикам от 122 до 128. Время и практика показали, что это золотая середина. И второе, что хотелось бы сказать нашим разработчикам – это, пожалуйста, делайте темп в режиме прицеливания чуть-чуть выше, нежели от бедра. Практика с МАК-7 показала, что людям это нравится. Это даёт другие ощущения, это даёт реально, знаете, приятный, качественный и охрененный геймплей. Не так уж и давно у нас вводили дробовик Мосберг 590. И вы знаете, в нём было всё прекрасно. Он жарил, ваншотил от бедра буй здоров. Но у него была обратная фишка. Он в прицеле стреляет медленнее, нежели от бедра. И этот фактор убил желание у всех игроков практически играть с этим дробовиком просто напрочь. Варфейс так устроен, что даже с помпы часто, ну, хочется прицелиться. Мы так привыкли, мы часто стреляем с дробовиков в прицеле. И если в прицеле темп такой же, а желательно чуть-чуть повыше, это даёт нереальные ощущения драйва и кайфа. И с таким дробовиком, друзья, играть намного приятнее. И в итоге, что можно сказать? А сказать можно следующее. Легче всего с помощью темпа в Варфейсе сбалансировать дробовик именно помповый. Все остальные характеристики, урон, точность, с этим можно будет поиграться на ПТСе. Это намного легче регулируется, если у тебя есть какой-то ограниченный темп стрельбы. Примерно два выстрела там чуть-чуть выше в секунду. Это самое то. То есть темп 122, 128. Идеально. И вторая фишка, за которую игроки скажут огромное спасибо, это чуть-чуть повышенный темп стрельбы в режиме прицеливания. Например, можно сделать, чтобы от бедра был 125, а в прицеле, ну допустим, даже 130. Ничего страшного, я думаю, от этого не случится. В итоге мы получим офигенное классное оружие. Важно не жалеть урона, чтобы он долбил, ваншотил от бедра. Очень надежно, очень качественно. Ну и естественно в прицеле тоже. В три медика на пункте назначения люди перестанут играть. Бомбление киберспортсменов тоже поутихнет. А истинные медики скажут разработчикам огромное спасибо. Спасибо.